Первый день выставки «Химия-2017». Компании «Уралхим» и «Уралкалий» участвуют в нескольких ключевых мероприятиях. 34 проекта и вдвое больше инвесторов. Организаторы разведки боем подводят итоги акселератора. Точный ущерб подсчитают лишь к весне этого следующего года. Более половины растений ботанического сада пострадало из-за порыва водопровода. В 17.00 на часах. Это новости при Камее. Рустам Багизов, здравствуйте. Участие сразу в нескольких крупных площадках. Презентация новых продуктов и сессия для вузов. Это все планы работы компаний «Уралхим» и «Уралкалий» на выставке «Химия-2017» в Москве. Там работает наша съемочная группа. Мы попробуем связаться с ними через несколько минут. Сейчас к другим новостям. 34 проекта было представлено в ходе третьего пич-марафона «Разведка обоим». Как и в прошлый раз, количество проектов почти в два раза было меньше, чем инвесторов. По словам организаторов, около половины стартапов были представлены сферой IT. Также ряд проектов пришлось на сферу недвижимости, медицины и индустрии красоты. Как отмечают организаторы, по сравнению с мартовским марафоном, улучшилось качество проработки проектов. Большинство из них находятся на ранних стадиях, но некоторые вышли уже на первые продажи. Одним из партнеров мероприятия в этом году стала сеть магазинов «Семья». Ее представители заинтересовали несколько проектов, применимых в сфере ритейла. Сеть намерена и дальше поддерживать акселератор. Сеть магазинов «Семья» выступает не столько даже, может быть, как инвестор, но как площадка, где они могут предоставлять возможность стартаперам демонстрировать свои проекты в рамках их сети. Это является большим, скажем так, подспорьем у тех стартапов, кто пытается в какие-то первые чеки отработать, отработать какие-то гипотезы. Как отметили организаторы, говорите о конкретном финансировании проектов сейчас рано. Частные инвесторы в индивидуальном порядке прорабатывают со стартаперами условия сделок. Кроме того, сейчас ведутся переговоры о масштабировании стартап-акселератора в другие города. Идет речь о проведении проекта в Москве, Екатеринбурге, Казани и Уфе. По словам пермских организаторов, важно сохранить центр площадки в Перми. Это бренд. Помочь распространить его могут партнеры-акселератора, которые имеют свое представительство в других городах. Сейчас организаторы определяются с пулом этих партнеров и ищут заинтересованных инвесторов. Окончательный ущерб от затопления ботанического сада Пермского госуниверситета будет подведен лишь весной следующего года. Об этом РБК сообщил директор сада Сергей Шумихин. Более 50% всей территории оказалось затопленной за порывом магистрального трубопровода. В результате аварии пострадало порядка 2500 редких видов растений. Всего в ботаническом саду их насчитывалось около 4000. Пострадали также около 150 видов, занесенных в Красную книгу России и Пермского края. Подвальные помещения соседствующего корпуса номер 2 закуплены не были. По словам работников университета, воду вовремя отвели от фундамента. Подтопление не произошло. Сейчас представители компании «Новогор Прикамин» устанавливают причину аварии. Завтрашнего дня начнутся ремонтные работы по восстановлению водопровода. В связи с возможностью таких аварий мы неоднократно обращались к главе города Перми, а также к руководству «Новогор Прикамин» для того, чтобы перенести этот водовод с территории сада за территорию. То есть на проезжую часть. Это в дальнейшем предотвратило бы появление таких аварий и таких разрушительных последствий, которые произошли у нас на особой охраняемой природной территории ботанический сад. Это уже третья подобная авария на территории ботанического сада за последние 10 лет. По словам работников университета, данный водопровод был проложен еще в 1959 году и до конца полностью он не ремонтировался. Сейчас нам удалось связаться с нашей съемочной группой в Москве. На связи со студией РБК мой коллега Станислав Загайнов. Стас, приветствую тебя. Ждем от тебя первые итоги выставки первого дня. Рустам, я тебя тоже приветствую. Работа на выставке для руководителей компании сегодня началась задолго до официального открытия. Они приняли участие в работе специальной комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей. Основным вопросом сегодняшней повестки стал контроль оборота агрохимикатов и пестицидов при ввозе на территорию Российской Федерации, ужесточение процедуры сертификации импортных удобрений и компонентов и поддержка отечественных производителей. Итогом стало создание рабочей группы, в которой войдут представители РСПП, профильных министерств, а также пограничная и таможенная служба. После церемонии официального открытия объединенный стенд посетили заместители министра промышленности и торговли Сергей Цып, где с помощью очков виртуальной реальности он побывал на винограднике, где для получения хорошего урожая используются калийные удобрения. Ну и как отмечают представители Уралкали и Уралхима, данная выставка является для них отраслевой, одной из самых важных с точки зрения поиска деловых контактов. Я думаю, что результаты должны будут выражаться в новых контрактах, в новых каких-то контактах, с одной стороны. А с другой стороны, по большому счету, мы лишний раз привлечем к себе наших возможных целевых покупателей, либо поставщиков какого-то сырья или оборудования. Стас, ну и я так понимаю, день еще не закончен. Что еще в сегодняшней повестке? Какие планы? Да, конечно, Рустам. Деловая повестка сегодняшнего дня продолжается. Прямо сейчас идет сессия под названием «Государственные приоритеты развития химической промышленности России». Ну и на сегодня еще на стенде компании запланировано большое мероприятие подписания соглашения между компаниями Уралхим и Газпромсера. Спасибо. Я напоминаю, на связи со студией РБК Пермь был Станислав Загайнов из Москвы с выставки «Химия-2017». Но пока к этому часу все новости. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь на РБК и до встречи уже через час. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова